Сура 47. Мухаммад с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Те, которые стали неверными и отклоняли людей от пути Аллаха, Ислама, удерживая принять истинную веру, данную Аллахом, исчезли, пропали их дела. А те, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, совершали дела в соответствии с его законом и уверовали в то, что было неспослано Мухаммаду в Коран, а это Коран, несомненно, истина от их Господа. Он удалит от них, сотрет их плохие деяния, не накажет их за них и исправит, улучшит их положение в этом мире и в вечной жизни. Это то, что дела неверующих пропадут и что у верующих будут стерты их плохие деяния за то, что те, которые стали неверными, последовали за ложью, а именно за многобожием, то есть предали Аллаху равного, или же еще хуже, кого-то поставили выше Его и ослушались Аллаха, а те, которые уверовали, последовали за истиной от их Господа, за единобожием. Так приводит Аллах людям примеры подобия их, верующих и неверующих. А когда вы, находясь в военном походе, встретите тех, которые стали неверными и вышли воевать против вас, то наносите им удар мечом по шее, сражайтесь насмерть. А когда вы подавите их, разбив их мощь и ослабите их этим, то берите их в плен и крепите узы, оковы пленных. Затем после этого можете проявить по отношению к пленным либо милость, даровав им свободу без выкупа, либо можете взять за них выкуп, или же вы можете их поработить, или же наказать, пока война не сложит своих нож, пока она продолжается. Таково положение относительно воюющих неверующих. А если бы пожелал Аллах, Он сам бы отомстил им неверующим, верующим не пришлось бы воевать, но эта война случилась для того, чтобы одних из вас испытать другими, и увидеть, кто из вас усердствует на его пути, кто терпеливо переносит испытания, и воздать за это наградой. А у тех верующих, которые убиты на пути Аллаха, никогда Он не даст пропасть их деяниям, непременно воздаст за это наградой. Он поведет их в рай и приведет в порядок их положение, и введет их в рай, который Он дал им узнать еще в этом мире, и они легко найдут свои дома в раю. О вы, которые уверовали! Если поможете Аллаху, если вы будете усердствовать на его пути, поможет Он вам против ваших врагов и укрепит ваши стопы, даст вам поддержку во время сражения. А те, которые стали неверующими, пропасть им, погибель им, и Он сведет на нет их деяния, лишит их награды за любые их деяния. Это за то, что они возненавидели то, что не спасал Аллах, Коран, и Он сделает тщетными их деяния. Разве они, эти неверующие, не странствовали по земле, и разве они не видели, каков был конец тех народов, кто был до них, которые не приняли слова Аллаха, с которым к ним были посланы пророки? Аллах погубил их, не спаслав на них наказание, и для неверных, которые упорствуют в неверии, ожидается подобное этому наказание. Это, что неверующих ожидает подобное наказание, потому что Аллах является покровителем, помощником тех, которые уверовали, и потому что у неверных нет покровителя, помощника, который бы защитил их. Поистине, Аллах ведет тех, которые уверовали и творили благие дела, в сады рая, где текут под ними реки. А те, которые стали неверными, пользуются благами этого мира и едят как животные, так как у них все заботы только о еде и плотских наслаждениях, и они даже не думают, что их может подстичь наказание. И огонь, ад, вечное местопребывание их. «Сколько было селений, обитатели которых были более сильной мощью, чем твое, о посланник селения, чем Мека, жители которого тебя изгнали, мы погубили, наказали, и не было им помощника, который бы их спас от наказания Аллаха». Разве же тот, кто опирается на ясное знамение, четкое доказательство от своего Господа и знание о его единственности, таков по сравнению, как тот, которому разукрашено сатаной зло его деяние. Они последовали за своими прихотями и совершали то порочное, к чему их склоняли их души. Образ, подобие райского сада, который обещан Аллахом, остерегавшимся ослушания его. Там реки из воды не портящиеся, не изменяющиеся, и реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, и реки из меда очищенного. «И для них там в раю всякие плоды, и прощение от их Господа. И разве тот, который стал обладателем райских удовольствий, сравним с тем, что вечно пребывает в огне аду, и кого поют самой-самой кипящей водой, и она рассекает их кишки? И среди них, тех неверующих, которые наслаждаются и едят как животные, есть те, кто прислушиваются к тебе, о посланник, и это лицемеры. А когда они выходят от тебя, прослушав твои наставления и проповеди, то усмехаясь, говорят тем, которым даровано знание, ученым из числа сподвижников». «Что это такое он, пророк, говорил сейчас недавно? Мы даже не обратили внимания на его речь. Такие лицемеры являются теми, сердца которых запечатал Аллах, и поэтому они не могут уверовать. Их сердца не направляют их ни к чему благому, и которые последовали за своими прихотями и стали неверными и высокомерными. А тем, которые последовали истинным путем, он увеличит истинность пути и дарует им их качество остережения от грехов». «Разве они, неверующие, ждут чего-либо еще, кроме часа, наступления судного дня, который явится к ним внезапно? Ведь пришли уже некоторые признаки его, но они все равно от этого не взяли пользу. И к чему будет для них назидание? Какая польза будет для них от того, когда судный час настанет для них? «Знай же, что нет никакого истинного Бога, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за грехи всех верующих мужчин и верующих женщин. И Аллах знает и место ваших действий, которые вы совершаете в этом мире, и ваше конечное пристанище, место в раю или аду». И говорят те, которые уверовали. В данном аяте это означает «сподвижники посланника Аллаха». О, если бы была не спослана сура, в которой нам Аллах повелевает сражаться против неверующих! А когда не спосылается ясно изложенная сура, в которой явно разъясняется, и в ней, в этой суре, поминается сражение, повелевается борьба на пути Аллаха, «Ты, о посланник, видишь, как те, в чьих сердцах болезнь, в чьих душах сомнения, а это лицемеры, смотрят на тебя взором, который наполнен страхом смерти. Лучше бы для них, для тех, в чьих душах сомнения, повиновение Аллаху, и говорит слово благое, соответствующее закону Аллаха». А когда твёрдо решено дело, повелевается сражение, они выступают против или же не участвуют в нём, то если бы они были правдивы с Аллахом в своей вере и подчинении, это было бы лучше для них. А может быть вы, если отвернётесь от книги Аллаха и суны его посланника, будете сеять беспорядок на земле, проявляя своё неверие в него и проливать кровь, и порывать родственные связи? Это те, которых проклял Аллах, отдалил от своего милосердия. Он оглушил их так, что они не слышат то, в чём польза для них, и ослепил их взоры, так что они не видят истину. Неужели они, эти лицемеры, не задумываются над наставлениями Корана? Или на каких-то сердцах бывают затворы, которые не позволяют им принять что-либо из Корана? Поистине, тем, которые обратились спять, снова стали неверующими, лицемером, после того, как стало ясным им прямое руководство, истина, сатана разукрасил им их грехи и растянул им их надежду на долгую жизнь. Это то, что они стали снова неверными, потому что они сказали тем, кто возненавидел неспосланное Аллахом многобожником, «Мы будем повиноваться вам в некоторых делах, а именно во вражде с исламом». А Аллах знает их тайны, замыслы. И каково же будет их состояние, когда будут их упокоивать, забирать их души, ангелы, которые будут бить их, неверных, по их лицам и их спинам? Это наказание дается им за то, что они последовали за тем, что разгневало Аллаха, и ненавистно было им его благоволение, довольство. И он, Аллах, сделал тщетными их благие дела. Разве полагают те, в сердцах которых болезнь, лицемеры, что Аллах не обнаружит, покажет людям их злобы, зависть и ненависть. И если бы мы пожелали, то показали бы их, лицемеров тебе, о посланник, и ты бы узнал их по их особым приметам, признакам, и ты, конечно, узнал бы их по смыслу речи, содержание и цель которой – противодействие исламу и насмешки над верующими. А Аллах знает ваши, всех, деяния и воздаст каждому тем, чего тот заслуживает. «И мы непременно испытаем вас, о верующие, повелев вам сражение против врагов Аллаха, чтобы узнать усердствующих на пути Аллаха, из вас, подчинившихся этому повелению, и терпеливых в своей вере и трудностях, которые выпали на него, и испытаем сообщение от вас, узнаем, кто из вас правдив, а кто лжец». «Поистине, те, которые стали неверующими и отклоняли людей от пути Аллаха, от ислама, покорности ему, и откололись от посланника, выступили против него, после того, как им стал ясен верный путь, после того, как они увидели чудеса, ясные доказательства того, что Мухаммад является пророком и посланником Аллаха, они никак не навредят Аллаху, и он сделает тщетными, напрасными деяния их, лишит их всякой награды в судный день». «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, исполняйте то, что Он повелел в своей книге, и повинуйтесь посланнику, исполняйте то, что повелел Аллах через своего посланника, и не делайте тщетными, напрасными свои деяния, став неверующими или ослушниками». «Поистине, тем, которые стали неверующими и отклоняли людей от пути Аллаха, потом умерли, будучи неверными, умерли, не покаявшись в своем неверии». «Никогда не простит их Аллах и ввергнет в вечное адское наказание». «И не становитесь слабыми, о верующие, призывая врагов Аллаха к миру, к заключению примирения, боясь сражения, в то время, как вы выше их, вы сильнее и вы победите. И Аллах с вами. Он поможет вам против ваших врагов, и не уменьшит Он награды ваших деяний». «Поистине, жизнь в этом мире – только игра и забава. А если вы уверуете в Аллаха и Его посланника и будете остерегаться наказания Аллаха, исполняя то, что Он повелел, и избегая совершения того, что Он запретил, то Он дарует вам ваши награды за благие деяния, и Он не просит вас отдавать все ваше имущество в качестве обязательной милостыни, а только определенную часть. Если Он попросит вас, чтобы вы дали Его все имущество и будет настойчиво требовать у вас, то вы поскупитесь, и тогда Он выявит, раскроет вашу злобу, которая в ваших душах. Вот вы, о верующие, те, кого зовут, чтобы расходовать на пути Аллаха, в борьбе против врагов Аллаха и для распространения ислама. А среди вас есть такие, что скупятся расходовать средства на пути Аллаха. И кто скупится, то он скупится только в отношении самого себя. А ведь Аллах богат и не нуждается в вас, в то время как вы бедны и нуждаетесь в Нем. А если вы отвернетесь от веры в Аллаха и подчинения Ему, то Он заменит вас другими людьми, погубит вас и приведет других, и потом они не будут вам подобны. Они будут полностью повиноваться Аллаху и Его посланнику и будут усердствовать на Его пути своими имуществами и самими собой.